Ущерб от группы черных лесорубов превысил порядка 62 миллионов рублей. Такие данные приводят представители регионального управления МВД по Пермскому краю по итогам расследования уголовного дела. О том, какие меры сегодня присутствуют по регулированию лесного бизнеса в регионе, мы поговорим с нашим гостем в студии РБК Пермь, начальник управления охраны, защиты и надзора Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Михаил Никитин. Михаил, я вас приветствую. Добрый день. Ну, в целом, известно, что планируется такой масштабный запуск федеральной системы контроля. Расскажите, что это за система и вообще в целом отношение регионов к ней? Да, действительно, абсолютно верно. 30 сентября 2020 года под председателем президента Российской Федерации состоялось федеральное совещание по декриминализации и совершенствованию лесной отрасли, на котором было принято, в том числе, на мой взгляд, самое основное решение для отрасли – это о развитии той информационной системы, которая на сегодняшний день существует, система ЛесЕГАИС, о дополнении ее информации по хранению древесины, по транспортировке древесины и по ее переработке. То есть, существуя на данный момент, система учета сделок с древесиной, планируется расширить и в том числе сделать сопроводительный документ на транспортировку древесины в электронном виде. То есть, никак сейчас он печатается на бумаге, нигде не сохраняется, никакого учета не ведется, предполагается, на мой взгляд, это просто самое основное, что позволит побороть серый оборот древесины – это как раз цифровизация вот этого сопроводительного документа. В системе ЛесЕГАИС этот документ будет выписываться, будет иметь уникальный номер и, соответственно, одна перевозка – один сопроводительный документ. Но, насколько я понимаю, цифровизация будет полностью на 100% охвачена в отрасли? Конечно. То есть, предполагается в том числе охватить цифровизацией информацию о токсационных характеристиках лесных участков, о границах лесных участков, то есть, о границах твартового кладилов. В настоящее время все эти границы, они также только на бумаге есть, оцифрованы частично. Вот мы в Пермском крае эту работу начали два года назад, когда поняли ее необходимость и невозможность современного управления лесами без оцифровки всей информации о лесных ресурсах, о использовании этих лесных ресурсов, то есть, обо всех лесосеках, обо всех лесных декларациях, обо всех договорах аренды лесных участков, и, соответственно, без информации о местах переработки, о местах складирования древесины. Вот эта вот система, именно лес, она в настоящее время создана и находится в процессе дополнения и модернизации. Да, в целом, расскажите подробнее о примере, вот об опыте Пермского края в этом направлении, вообще в чем необходимость таких цифровых технологий в отрасли? Большое спасибо за предоставленную возможность. Я сейчас подключу, соответственно, на экран выведу интерфейс этой системы. То есть, по большому счету, достаточно в поисковом окне браузера набрать умный лес, соответственно, там высвечивается ссылка на используемую нами систему. Есть у системы две части. Это регистровая часть, табличная, которая содержит в себе информацию о количественных характеристиках лесных насаждений, о количественных характеристиках лесопользования и, соответственно, есть картографическая часть. Но я думаю, для нашего с вами интервью самое подходящее будет, конечно, посмотреть карту, потому что на ней визуально видно то, о чем мы сейчас говорим. Сейчас карта у нас подгрузится. Значит, в настоящий момент в систему внесена информация о границах всех лесничеств, о границах всех участковых лесничеств. Кроме того, по больше, чем половине лесничеств Пермского края внесена информация по границам выделов и кварталов. То есть выдела – это у нас является конечной единицей лесной таксации, и мы можем анализировать эту информацию. То есть сейчас вот, ну, давайте посмотрим на примере границского лесничества. Приближаем. Вот у нас появилась квартальная сетка. Ну, до недавнего времени о таком можно было только мечтать. То есть для того, чтобы определить, где находится тот или иной участок, приходилось брать бумажный планшет, который хранится у нас, соответственно, в лесничествах. Для того, чтобы выдел определить было еще тяжелее. А сейчас у нас здесь под рукой мы в любое время, хоть в режиме дистанционной работы, хоть из дома, хоть с рабочего места, можем всю эту информацию получать и обрабатывать. Я полагаю, это карты со спутника, и в целом расскажите о возможности, которые можно по этой карте определить, помимо тех, которые вы уже обозначили. Да, конечно. Ну вот, давайте, самая, больше всего мне такая функция на этой карте интересна. И я думаю, она для всех и лесопользователей любопытна. То есть это распределение лесов по природам и группам возраста – это основная карта, которая используется в лесопользовании. То есть здесь цветом различаются породы и интенсивностью цвета различается их возраст. То есть достаточно просто можно определить участки, которые подлежат рубке. То есть вот оранжевым цветом у нас сосновые насаждения, в которых сосна преобладает отмеченная. Что касается спутниковых снимков, то в первую очередь, конечно, спутниковые снимки, они применяются для выявления и пресечения нарушений лесного законодательства. В Пермском крае впервые в Российской Федерации спутниковые снимки стали использоваться не только для выявления, но еще и для доказывания. Поскольку по спутниковым снимкам вот ту ситуацию, то уголовное дело, которое вы упомянули в самом начале выступления, а именно незаконные руки в Красноишевском лесничестве, в Акчинском участковом лесничестве, они как раз были выявлены при помощи спутниковых снимков, при помощи дистанционного мониторинга. Вот в настоящее время, если говорить про всю территорию Пермского края, у нас в 2020 году также впервые за все время охвачена вся территория края дистанционным мониторингом. То есть все земли лесного фонда площадью 12 миллионов гектаров на территории Пермского края в 2020 году, спутниковые снимки по ним исследуются, те изменения, которые выявляются, сравниваются с легальным лесопользованием, и информация о нарушениях поступает нам. Вот этот дистанционный мониторинг, вся территория края, она охвачена пока что в ручном режиме. Но на будущий год мы планируем вот в этой вот системе «Умный лес» подключить как раз модуль автоматического распознавания вот этих вот трубок. Вот сейчас я покажу, у нас в этом году часть лесничества была в пилотном проекте, и в системе «Умный лес» как раз уже эта информация у нас хранится, вырубки по данным автоматического дешифрирования. Сейчас мы также на большой карте сможем это увидеть. Здесь, значит, алгоритм такой заточен. Берется два разновременных спутниковых снимка, но их сравнивает не человек, их сравнивает искусственный интеллект, нейросеть, которая не только обозначает, где были изменения, но и обрисовывает контур и сама же одновременно определяет местоположение этого участка. То есть на выходе после анализа мы получаем таблицу с указанием мест, где произошли изменения лесного фонда. Тут же одновременно есть возможность это все вывести на карту. К сожалению, пока нет возможности проанализировать так же автоматически и разделить легальное и нелегальное использование лесов. Это связано с тем, что в настоящее время в систему, к сожалению, очень мало арендаторов вносит информацию о своих лесосеках. То есть частично лесничество вносит, частично мы стараемся вносить эту информацию как Минприрода, но пока еще не вся информация в системе о лесосеках содержится. Но информация о местах руки по тем пилотным лесничествам она есть. И вот сейчас мы сможем увидеть, к примеру, красными контурами, и так у нас обозначаются эти участки. Предлагаю поговорить в целом о необходимости такой карты. Уже два года, как вы сказали, она работает. Есть ли какие-то промежуточные уже итоги ее работы и показала ли она свою эффективность? Да, конечно, система сама свою эффективность показала, и мы видим те направления, в которых ее необходимо развивать. Но если говорить о количественных показателях, которые мы по незаконной руке фиксируем, то за 2020 год у нас было выявлено по состоянию на текущий момент 295 случаев незаконной руки с общим объемом срубленной древесины 8,6 тысяч кубических метров. Для примера, в 2019 году было незаконно срублено 29,8 тысяч кубометров. То есть фактически у нас более чем в 4 раза уменьшился объем незаконной заготовки. И в первую очередь мы, конечно, это связываем с применением современных цифровых технологий, а именно с охватом всей территории края дистанционным мониторингом. Это так называемый профилактический эффект. То есть мы широко осветили вот этот охват стопроцентный, и, соответственно, у нарушителей намного меньше уже мотивации заходить в лес, понимая, что в 100% случаев все превышения площади, все площади, которые без документов вырубаются, они все будут мониторингом выявлены. Кроме того, не только одними спутниками производится борьба. Минприроды Пермского края находится в тесном контакте со всеми правоохранительными органами Пермского края, с прокуратурой Пермского края, со Следственным комитетом. И оказывает максимальное содействие в выявлении, раскрытии и пресечении случаев лесонарушений. Так, например, сотрудники правоохранительных органов направляют Минприроды запросы на проведение анализа тех же самых спутниковых снимков для того, чтобы понять, в какое время была совершена незаконная рубка, для того, чтобы доказать, что она была совершена именно в ходе производства работ по заготовке древесины. То есть ни раньше, ни позже. Спутниковые снимки это нам позволяют отчетливо увидеть и зафиксировать. То есть это объективный инструмент контроля. Кроме того, на территории края создана Межвеностная комиссия по противодействию незаконным заготовкам древесины. Она успешно работает. Во всех 42 муниципальных образованиях края созданы территориальные Межвеностные комиссии, которые на своем уровне продолжают эту работу. Кроме того, в лесничество были закуплены в 2018-2019 годах большой объем материально-технических средств. То есть это, в первую очередь, навигаторы, это мерные ленты, это современные компьютеры, которые позволяют работать со всеми этими технологиями, в том числе со спутниками снимками, уже многократно упоминавшимися. Да, Михаил, к сожалению, наше время подходит к концу. Предлагаю два вопроса последних обсудить. В целом, есть какая-то статистика по регионам, по территориям лидера, аутсайдера, если можно вообще говорить в отношении вырубки лесов о такой информации? Да, такая статистика у нас ведется. Давайте сначала общие цифры озвучить. То есть если брать, к примеру, с 2012 годом, когда у нас фиксировалось наибольшее число случаев незаконной заготовки, в 2012 году было зафиксировано 1052 случая общим объемом 58 тысяч кубометров. И, соответственно, 2020 год, это 295 случаев и 8,6 тысяч кубометров. То есть мы видим кратное сокращение по годам. Эта статистика, она, в принципе, террелирует, то есть она планомерно сокращалась именно из-за системной комплексной работы. Если говорить про территорию, в 2019 году наибольший объем незаконно заготовленной древесины был выявлен в горнозаводском лесничестве, 5300 кубометров, в Березняковском лесничестве 4,5 тысяч кубометров, в Красновишевском лесничестве 2400 кубометров. Ну, собственно, такие самые лесные муниципалитеты в регионе. Да, да. Но если брать 2020 год, то в 2020 году в этих же лесничествах, в том же самом Березняковском, вместо 4,5 тысяч всего 270 кубометров выявлено. В горнозаводском вместо 5000 только 500 кубометров. Это говорит о том, что пресекая вот эти системные нарушения, выявляя лиц, привлекая их к ответственности, мы тем самым по каждому муниципальному району планомерно улучшаем состояние законности в лесах. Если говорить о лесничествах, которые успешно противодействуют незаконным рубкам, ну, это Косинское лесничество, и в 2020, и в 2019 году менее 30 кубометров, менее 30 кубометров всего незаконно заготовленных привесений, Кочевское лесничество, Юзинское лесничество, Ковинское лесничество. Ковинское лесничество тоже хотелось бы отметить, потому что в 2018 году там была пресечена деятельность, аналогичной по масштабам группировки, как вот в Красноярске сейчас, которая также осуществляла незаконную заготовку древесины. И после этого объем незаконной заготовки по Кове в 2020 году всего 4 кубометра. Михаил, вам спасибо огромное за такое содержательное интервью. К сожалению, наше время подошло к концу. С нами на связи был начальник управления охраны, защиты и надзора Министерства природных ресурсов и экологии Пермского окрая Михаил Никитин. Далее реклама. Оставайтесь на РБК Пермь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова